Декоративная косметика Это черная тушь с силиконовой кисточкой, слегка изогнутой Вот такая вот кисточка, как вы видите, у нее короткие и частые ворсинки И сама она такая в форме ложечки При этом сама кисточка тоже не крупная и идеально подходит для моих ресниц Мне нравится то, что она делает с ресницами, как она их удлиняет Ну, конечно, роскошного эффекта нет, но небольшое удлинение, такой средненький объемчик Все она делает неплохо Мне эта тушь нравится И при всем при этом она не склеивает ресницы, она их не утяжеляет И немножко разделяет Вот, то есть они у меня не как у пластмассовой куклы, знаете, такие пять ресниц склеенных А такие разделенные веером ресницы с нормальным объемом и слегка удлиненные В общем, неплохая тушь, буду пользоваться с удовольствием Хотя, в принципе, я ее почти доиспользовала Следующее средство вот из этой серии в красных упаковках Эта база под макияж выглядит вот так Эта база должна придавать коже сияние Разглаживать ее и облегчать нанесение тонального крема И улучшать его вид на лице Ну, вот так вот выглядит эта база На ощупь, как ночной крем, я бы так сказала То есть она не легкая, она не силиконистая Она не из тех баз, которые впитываясь, придают на короткое время матовость лицо А потом начинают с удвоенной силой его жирнить Ну, то есть вот, она, если честно, выглядит как уходовый крем И ведет себя так же По мне, она почти никак не повлияла на состояние моего лица Даже оптически Ничего не выровнялось, никакого сияния нет Было сияние, так называемое сияние Да, как если вы любой крем уходовый нанесете У него есть некоторая влажность и жирность Если это можно назвать сиянием, то да От этого средства было сияние Но мне кажется, это все-таки не сияние Нет, это все-таки не сияние Это просто эффект такой легкой влажности и жирности Никак не влияет это средство и на стойкость макияжа Ну, не в лучшую, не в худшую сторону Не знаю, как бы нанесение тонального средства тоже не облегчает И тональный крем не скользит по ней, как по каким-то таким явным силиконовым базам Ну, в общем, честно говоря, я не поняла это средство И, наверное, я им пользоваться не буду Потому что, если я в нем не вижу смысла То зачем лишний слой наносить на кожу? Правильно? Правильно Следующая пудра из антивозрастной серии Такая симпатичная упаковка Ну, вот я, кстати, недавно смотрела видео Робины Гудины, Алены Она говорила, что у нее противная вот эта вот пластиковая дешевейшая упаковка Кстати, я согласна, мне тоже это сразу бросилось в глаза Она легкая, легчайшая, тоненькая И у нее вот такой вот какой-то треск издает Очень дешевый Ну, в общем, ладно Если отвлечься от упаковки, то вот она пудра У нее есть тиснение Я пользовалась ею несколько раз Но вот тиснение пока еще осталось Даже самый светлый оттенок, он, как вы видите, никакой не светлый У меня это артикул 6091 Вот Здесь также мы имеем спонжик Извините, но я им пользуюсь Вот, зеркало, как вы видите И сама пудра, она просто волшебная Если честно, для своей цены она просто прекрасная по текстуре Мне она очень-очень понравилась Я не знаю, насколько видно сейчас на камере Но вот я смотрю глазами И я вижу, что она на мне Вот у меня, кстати, укус Давайте его сейчас попробуем перекрыть Очень темная пудра Мне кажется, что сейчас хорошо видно Получается темно-розовая полоса А когда так закрашиваешь все лицо Выглядит довольно странно Как кумпа-лумпа Ну, если бы мне подходил цвет То я могу сказать, что, в общем-то, по своим характеристикам Именно Сам помол То, как она выглядит Пудра прекрасная за свою цену Она нежнейшая Легчайшая Тончайшая Ее абсолютно не видно на лице Ну, то есть, вот цвет на мне видно А текстуру не видно И она в самом деле такая нежная И мне кажется, в самом деле она подойдет Именно как антивозрастная То есть, возрастная кожа Она тонкая Она склонна к растягиванию И на ней очень видны грубые текстуры Противопоказаны Для возрастной кожи Эта пудра прекрасно подойдет Но, пожалуйста, имейте в виду Что очень светлого оттенка В линейке нет Вот В основном я считаю, что пудра очень хорошая Пудра шелковое удовольствие Артикул 3206 Здесь у нее зеркальная Крышечка Здесь есть тоже зеркальце Спонжик у нее лежит прямо сверху То есть, она не раскладывается На пудре тоже есть тиснение Его еще можно увидеть И Так, сейчас уберем пленочку Вот пудра Цвет у нее довольно светлый Не супер светлый Но довольно светлый Потом Розовато-бежевый Какой-то такой И каково было мое удивление Когда оказалось, что это пудра-сверкалка Компактная пудра-сверкалка С явными светоотражалками И знаете, кого она мне напомнила Очень-очень по эффекту Она мне напомнила пудру От сисли в черепаховой Упаковке Ириску В общем, компактную ириску Только вот эта гораздо светлее А ириска мне темная Так Так хочется вот сейчас нанести И чтобы вы что-нибудь увидели Сейчас попробую ее погуще Втереть Вот Мне кажется, что видно Вот сюда я ее нанесла Пудра дает Такое Сияние Такое Я не знаю Очень классное Красивое сияние Без Без отдельного шиммера Без Какого-то жирного перламутра Именно такое легкое Может быть, чуть влажноватое сияние Но до того красиво Конечно, она не будет играть Должной роли в матировании То есть, она не будет матировать вам кожу Она не будет продлевать стойкость макияжа Под нее нужно использовать Я вот лично под нее использовала Рассыпчатую матирующую пудру Которая намертво матирует А сверху уже наносила вот эту Эффект получался просто бомба В эту пудру я влюбилась Она мне идеально подходит и по цвету По крайней мере, сейчас на лето Она мне очень понравилась по текстуре Приятно меня удивило Именно то, что она такая со светоотражалками Может быть, если вот так покажу Тоже что-нибудь будет видно Вот Ну и вот сейчас опять солнце стало уходить Но мне кажется, видно все равно, как сияет кожа В общем, пудра потрясающая И если вы хотите получить пудру со светоотражалками Компактную То рекомендую присмотреться Это еще раз шелковое удовольствие И осталось у меня два лака для ногтей Вот из этой простой линии Так, вот один такой темно-сливого фиолетовый Второй песочный С мелким-мелким розовато-золотистым шиммером Мне кажется, видно немножко И на ромашке вот они Вот эти два Фиолетовый получается Почти приближенным к черному Но такой не черный-черный, как говорится И такой вот молочно Цвет молочной ириски, наверное С уходом в розовый Вот этот цвет Сейчас еще попробую приблизить Вот они Оба Довольно приятные оттенки Особенно темные Я люблю такие цвета Хочу показать кисточку Кисточка у них Так вот здесь буду фокусировать Кисточка у них ужасная, конечно Она очень-очень-очень тонкая И она не сплюснутая, а круглая И ею накрасить ногти Это целая история Я привыкла уже к нормальным кисточкам И уже даже отвыкла, что с такими кисточками делают лаки И была неприятно Удивлена, сразу скажу В принципе цвета нормальные Текстура лака хорошая Но кисточки, кисти в них нужно срочно заменить Потому что это уже настолько устаревшая модель Что ну никак Я даже взяла лак Essence Специально выбрала дешевый лак С такой современной кисточкой Чтобы можно было сравнить разницу Так Вот, как вы видите Essence И Faberlic Представляете, да, каково вот этой кисточкой красить ногти Совершенно невозможно Вот такая была маленькая декоративная часть Надеюсь, вам было интересно Всем спасибо, что смотрели И пока